МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. О наиболее значимых событиях вам расскажут мои коллеги Ябблла Ахмедова. В начале выпуска небольшой анонс. Нашли на третьи сутки. Спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в Каспийске. Сотни миллионов в долг у Сбербанка. На какие цели Махачкала берет кредит, расскажем через несколько минут. Построили менее чем за год. Новая мечеть открылась в селетом Азотюбе Бабаюхтовского района. Проверка готовности перед чемпионатом мира. Подробности международного турнира по вольной борьбе, стартовавшего во Владикавказе, расскажем в разделе «Спорт». Тело утонувшего в Каспийске подростка найдено. Об этом сообщает МВД региона. На третьи сутки спасателям и местным жителям все же удалось обнаружить тело 16-летнего мальчика. Напомним, 25 июля трое несовершеннолетних самовольно взяли один из привязанных на пляже катамаранов и ушли в море в ночное время. В какой-то момент лодка начала тонуть. Услышав крики, местные жители пришли на помощь. Тогда им удалось спасти только двух ребят. Арочный мост частично обрушился в Агульском районе на 56-м километре автомобильной дороги республиканского значения Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Движение транспорта по данному направлению приостановлено. Сейчас оно организовано по объездным маршрутам через Кулинский и Курахский районы. На месте работают специалисты Дагестан-Автодора. Раскрыли сразу два уголовных дела. Расследуя убийство, полицейские вышли на мужчину, бросившего гранату в жилой дом в Махачкале. Задержанным оказался житель Рутульского района, еще в начале прошлого года застреливший уроженца из села Амсар, за что был объявлен федеральный розыск. В ходе допроса выяснилось, что он же ночью 18 июля и бросил гранату в окно частного жилого строения по улице Хизроева в Махачкале. Мотив своего поступка он и объяснил личной неприязнью хозяину дома. Махачкала погасит долги за счет крупного кредита. Мэрия столицы республики берет 378 миллионов у Сбербанка. Об этом сообщают сразу несколько региональных информационных ресурсов. Ранее город объявлял об аукционе на открытии кредитной линии до конца этого года. Единственной организацией, которая приняла участие в торгах, оказался Сбер, с которыми заключат контракт. По неподтвержденной информации, у Махачкалы внушительный муниципальный долг, который к концу года может составить 793 миллиона рублей. Новая мечеть открылась в теле Талмазатюбе Баба-Юртовского района. По этому случаю здесь прошло торжественное мероприятие. Поздравить местных жителей пришли как представители власти, так и религиозные деятели республики. Выступающие говорили о важности теологического образования и нравственного воспитания общества. Жители этого села поздравляю с открытием вот этой прекрасной мечети. Пусть Всевышний Аллах воздаст каждому, кто принял какое-то участие в постройке этой мечети. Могу 100% уверенно сказать, какие большие усилия приложил лично муфти республики Ахмад Хаджиафа Небудисерба. Для того, чтобы ханафийский мазап не только сохранился в Дагестане, а чтобы он еще и развивался. Благодаря его поддержке, его стараниям у нас сегодня в республике есть два медресе, которые обучают ханафийский мазап. Отметим, что площадь мечети составляет 400 квадратных метров. Ее удалось возвести менее, чем за год. Выражает признательность и искреннюю благодарность за ваш личный вклад на пути ислама, за высокий нрав и лучший пример. Пусть вашу доброту и щедрость примет Всевышний. Благодарность вручается Хамзату Магомеду Гаджиевичу. Благодарность вручает председатель Совета Имама Бабайуртовского района Махамад Расул Магомедов. Более 80 детей из Запорожской области прибыли на отдых в Дагестан. Мальчики и девочки из Михайловского района проведут каникулы в одном из оздоровительных лагерей республики. Напомним, ранее в нашем регионе уже побывали около 40 детей из нового субъекта России. Дети отдохнули на берегу моря, ознакомились с культурой и традициями горного края. Организация летнего отдыха для ребят из Михайловского района проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Запорожьем и Дагестаном, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме. С 16 по 21 сентября в Дагестане пройдет Северо-Кавказский молодежный форум Каспии-2023. В этом году он станет более масштабным по количеству гостей. Планируется участие около 500 молодых людей возраста до 35 лет из многих регионов России и семи государств ближнего зарубежья. О тематических направлениях мероприятия рассказали организаторы фестиваля в ходе общения с журналистами из публиканских СМИ. Общее наше направление это добровольчество, конечно, и оно делится на 4 поднаправления. Это добровольчество в сфере патриотического воспитания, добровольчество в сфере медиа, добровольчество в сфере туризма и общее такое большое добровольчество как стиль жизни. Во-первых, форум сам позволяет обучиться написанию проекта. Та аудитория, которая находится там, она полезна в общении, потому что они делятся своей информацией, они показывают свои проекты. Потом наши спикеры также будут работать, помогать. У нас будет отдельная секция работать по грантам, будет помогать объяснять, как передать. Мы с начала года реализовываем проект, который обучает ребят. У нас есть проектный менеджер, проект, который реализуется в Махачкале, в муниципалитетах. Ребят приглашаем, чтобы они обучились к тому, как это делать. И к новостям спорта. Проверка сил перед чемпионатом мира. Борцы из 13 стран участвуют в международном турнире Кубок Содружества во Владикавказе. На ковер в местном манеже вышли олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Курбан Рагимов продолжит тему с места события. Чуть больше месяца до начала чемпионата мира в Белграде российские борцы готовятся к возвращению на большую арену. Один из этапов этой подготовки – турнир во Владикавказе. Здесь Абдулор Шид Садулаев и Заурбек Седаков и многие другие титулованные борцы порадуют местную публику и пройдут проверку перед ответственным стартом. В сентябре лидеры российской сборной впервые почти за два года отправятся за рубеж. Кубок Содружества для них – последняя проверка своих возможностей. За золото и солидные денежные премии здесь борются около 200 вольников из 13 стран. Свои составы привезли сборные Ирана, Азербайджана, Белоруссии и другие. Турнир в принципе несколько в себе держит, содержит позиции. И для ребят, чтобы они отборолись, многих хотелось проверить. И Абдулор Шид Садулаев, который долгое время не боролся, хочется посмотреть на него перед чемпионатом мира. Заурбек Седаков также какое-то время не боролся и хочется посмотреть, в каком они состоянии. Для нас этот турнир важен, как для вольной борьбы в России, так как у нас международных стартов не так много по определенным причинам. И, конечно, то, что сегодня сюда приехало много стран, это для нас большое значение имеет. Десять весовых категорий. Борьба идет на двух коврах. Праздник спорта в столице Северной Осетии Алании собрал несколько тысяч человек, заполнивших трибуны местного дворца спорта. Все они соскучились по большим турнирам и пришли насладиться мастерством Садулаева, Седакова, а также других звезд. Каждое удачное действие любимых борцов зрители приветствуют бурными овациями. Дагестанская сборная привезла во Владикавказ 28 спортсменов. По традиции команда настроена только на золото. Тимур Бежоев, Россия. Где мы не боремся, в любом случае приехали ребята за медалями. Я думаю, наоборот, здесь тоже любят борьбу. И у нас как принципиальное противостояние всегда бывают интересные схватки. Ближе к финалам, 1-4, 1-2, уже, я думаю, пойдут более горячие схватки с представителями Осетии. Поэтому мы настроены, ребята готовы, ребята хотят бороться после России нигде. Месяц прошел, ребята не в плохой форме, должны, я думаю, показать хорошую и зрелищную борьбу. Медалисты Кубка Содружества станут известны завтра ночью. А еще одна группа наших титулованных борцов выйдет на ковер в субботу в рамках пятого турнира Лиги Поддубного. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Владикавказ. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин